Привет, друзья! Сквотбордшоп Дмитрий Егоров. Новый обзор. Кеды с троев, которых катает Джейми Томас. Коротко, по делу, но сейчас будет дольше. Не переключайте YouTube-каналы ваши. Итак, Джейми Томас. Джейми Томас человек, который для скейтбординга сделал в свои годы, наверное, больше, чем децл для хип-хопа в свои. Но дело сейчас не в этом. Джейми реально очень крутой человек. И сегодня, хотя я уже рассказывал про него, рассказывал про прыжок Веры, про его разные бренды, сегодня нашел еще несколько фактов, про которых еще не говорил, и которые тоже, может быть, вы не знали про этого наикрутейшего человека. Первое. Джейми Томас в 2006 году от компании Ernst & Young, представляете, да, скейтер, который сделал Zero Skateboards, который сделал Falling, который сделал кучу других брендов, он получает награду как предприниматель года от компании Ernst & Young. Очень серьезная компания, где люди в галстуках сидят и считают только цифры, им плевать на скейтбординг. И Джейми, который всю жизнь занимался, для которого скейтбординг это намного больше, чем спорт, намного больше, чем хобби, а это просто его жизнь, он получает награду от таких маститых людей от бизнеса. Это еще раз повторяет, что если ты что-то любишь, если ты чем-то действительно серьезным занимаешься, не важно, что это, скейтбординг, какие-то еще вещи намного менее интересные, но ты можешь быть и супер бизнесменом, и признанным бизнесменом, и очень здорово. Как мы все знаем, и как я уже говорил, последние несколько лет Джейми активно катает за бренд Страе, и в очередной раз бренд Страе представил свои новые кеды, которые есть в магазине Squad Workshop, которые здесь у нас стоят. Сразу же, конечно, хочется обратить внимание на совместно с другой компанией Джейми Зеро Скейтбордс, замечательные кеды, канвас белый с черным черепом. Как я говорил в предыдущих обзорах, мне очень нравится, когда кеды для скейтбординга, таких вот ярких белых марких цветов, на которых ты можешь кататься, и которые потом будут у тебя со временем красиво, не побоюсь этого слова, засираться. Про кеды Страе, в принципе, повторю практически все то, что я говорил дальше, что я говорил раньше. Новый бренд от создателя бренда Supra, бренд, который позиционирует себя, как лучшие кеды для скейтбординга, которые будут хороши и которые не навредят ни вашим ногам, ни вашему кошельку. Позиционируется как очень бюджетный, как очень бренд, как говорится, от скейтеров для скейтеров. И то, что в нем катает Джейми Томас и катает вполне уверенно, это очень хорошо его характеризует. Что еще нравится? Страе особо не утверждается для какими-то новыми дизайнами. По сути дела, практически все то же самое, что мы показывали вам раньше. Кеды с такими языками-пламенями, такой небольшой реверанс в сторону хот-род культуры. Белые слепоны тоже у нас вверху есть. Очень интересная новая модель, которую, в принципе, многие, когда видели в каталогах или на рисунках, думали, что она из канваса, а она на самом деле сделана из такой очень приятной кожи, искусственной кожи. Это очень важно, потому что Страе позиционирует себя так же, как компания, которая заботится об окружающей среде и компания веганской. Кстати, Джейми Томас тоже человек, который является вегетарианцем и продвигает пользу вегетарианства в мире. Плюс так же он семьянин, у него трое детей и очень глубоко верующий христианин. Но это не важно. Важно, что у него получились вместе с Страе вот такие вот замечательные кеды из белой кожи, которые тоже очень приятно будет убивать на любом споте. Плюс еще есть вот такая вот интересная модель, которая мне, как человеку, который любит камуфляж, тоже понравилась. Как всегда, на всех кедах сзади у нас есть вот такая вот откидная штука, в которой стоит какое-то скрытое послание. Roll the dice, может быть, кинем кости, как раньше говорили. Еще, кстати, одни интересные слепоны Страе, которые у нас стоят очень хорошо. Тоже с элементом, который все чаще попадается у нас на других моделях, с такими языками пламени. Отдельно покажу стельку. Стельку тоже у нас достаточно такая вот. ACID DROP технология называется Трое, которая тоже неплохо глушит все удары. В общем, очень хорошая, очень интересная скейт-обувь. Чем она мне еще интересна? Я это не раз говорил в своих лекциях по истории кроссовочной культуры, что чем скейтбординг и скейтбордическая обувь интересна для кроссовочной культуры, это то направление, где абсолютно не важно, чтобы она была новая. Наоборот, чем более убитые у тебя кеды, чем больше на них каких-то историй, как ты катался, тем более ты в них крут. А если ты приходишь в новых кедах, ну, чувак, наверное, ты не умеешь кататься, раз они у тебя совсем новые. И с этой историей мне нравится, когда компании, которые выпускают как раз скейтбордические обувь, выпускают прям такие супер базовые модели с супер простыми, супер лайтовыми расцветками, которые действительно показывают, что эти кеды, по сути дела, это твой холст. И то, как ты катаешься, это то, каким красивым этот холст ты можешь делать. Вот такой вот немного высокопарный рассказ, но я думаю, он очень интересный. Обратите внимание на Страя, это очень хороший бренд, друзья. Заходите в магазин, смотрите их на сайте, ну и, конечно же, смотрите обзоры, лайкайте, оставляйте комментарии. С вами был Дмитрий Егоров, занимайтесь скейтбордическим катанием. До новых встреч, пока!